Первый стих Библии – «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это еще пока не идет речь о создании неба и земли для обитания на ней человека. Об этом будет сказано дальше, со второго стиха и далее, ну или точнее с третьего стиха. Здесь пока говорится о том, что вначале сотворил Бог небо и землю, Бог является Творцом невидимого мира, то есть неба и земли, то есть материального видимого мира. Творцом и того и другого мира является Бог. Бог сотворил ангелов. Бог сотворил и того ангела, который впоследствии сделался сатаной. Бог является Творец. И Бог единственный Творец, который все сотворил. Бывает, задают вопрос, а кто же сотворил Бога? Если бы кто-то сотворил Бога, он был бы Богом, а Бог тогда Богом не был. Ну, то есть, слово Бог, это относится тоже к понятию, которое, в общем-то, трудно понять тем, которые живут во времени и ограничены не только пространством и временем, но ограничены еще и разумом. То есть, в этом случае мы имеем констатацию факта, что Бог единственный Творец, и Он создал все. Это первый стих Библии. Второй стих, он говорит так. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Оказывается, на момент, когда Бог творил небо и землю для обитания на ней человека, и использовал для этого шесть календарных дней, то до этого земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Вообще, когда была сотворена сама земля, в Библии не написано. Просто на момент творения неба и земли, то есть, в виду вот звезды, небо, что мы видим, вот эта галактика, в которой наша земля вращается, и наша земля, ну как для обитания на ней приготовлена, это будет в шесть дней. Но до шести дней земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вообще, есть предположение, даже один автор, Бетикс, он написал книгу «Песнь творения», в которой описывается, что произошло между первым и вторым стихом Библии. Ну, это книга А4, страница на 200, и там написано, что было между первым и вторым стихом Библии. Вы поняли, да, друзья? Вот кто-то сразу говорит, откуда он знал это, или откуда он это узнал? Ну, он, в общем-то, высказывание свое или предположение свое строит на некоторых местах Писания, которое, в общем-то, ну, трудно, может быть, и опровергнуть, но и трудно доказать. То есть, к этому нужно относиться спокойно. Но Библия одно подтверждает, вот что совпадает с пониманием этого автора, что на момент творения земля была, ну, безвидна и пуста, то есть на земле был, вот это слово означает, это же перевод с еврейского, означает, что на земле был хаос, то есть на земле, вот земля существовала, и она представляла из себя земной шар, который весь был окутан водой, то есть он, суши, как таковой, видно не было, суша появится только на третий день. А вообще, земля была вся из воды и водою составлена, так говорит Писание, это другие места Писания говорят об этом. И поэтому вот, что еще здесь свидетельствует нам, это Дух Божий носился над водою. Ну, то есть земля представляла из себя земной шар, который был из воды, и Дух Божий носился над водою. Носился, слово означает, как какое-то созидательное, не хаотическое движение, а как примерно квочка насиживает яйца. Вот примерно такое слово вот здесь употреблено, что Дух Божий носился над водою, то есть сейчас начнется что-то такое, что вот этот хаос или все, что на земле было безвидным и пустым, сейчас начнет оживать и станет способным для того, чтобы на ней обитал человек. Вот примерно так представляет нам Библия до начала творения землю и объявляет нам о том, что Творцом на земле является Бог, о котором мы читали вначале. Было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через него начало быть. И вот дальше мы читаем, что начало быть и как начало быть. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть здесь мы говорим уже о первом дне творения. В первый день творения Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И дальше мы читаем, и увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Конечно, братья и сестры, нам вот так прочитали, а что тут такого? Вот вроде какая-то немножко путаница. Создал свет, потом отделил его от тьмы, свет назвал и тьму назвал. Но мы читаем, что была тьма над бездною. Тьма была, а свет был? Света не было. По теории Бетикса, он высказывает такое предположение, что, вероятно, прекрасную, когда-то созданную Богом землю, довел до такого состояния дьявол или сатана, который разбился о землю. И она превратилась в хаос. Трудно говорить об этом, потому что об этом конкретно в Библии не сказано. Но что хаос существовал, и тьма существовала, а раз тьма существовала, то, братья и сестры, это говорит о том, что дьявол уже был как дьявол, то есть он был падшим ангелом на момент творения земли. Тьма над бездною, это слово тьма, она никак не относится к Богу. Потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А раз тьма была над бездною, то значит, сатана, как таковой, как падший ангел, был на момент первого дня творения. И вот когда Бог создал свет, здесь он обозначен желтым цветом, Бог создал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и Бог назвал свет днем, а тьму называют ночью, и еще Он отделяет свет от тьмы. То есть, во-первых, братья и сестры, отделяет, значит, свет это то, что является Божьей природой, или то, что Бога отображает, то есть без света жизни не бывает. Это на земле теперь будет, возможно, жизнь, потому что Бог создал свет, без света жизни не бывает. То есть идет пока речь даже не о солнечном свете, а идет речь о свете как источнике жизни. Потом, что Бог делает? Отделил свет от тьмы и дал название, или определение дал свету, и определение дал тьме. А это для чего надо? Дело в том, что дьявол, или сатана, его имя настоящее, Люцифер, то есть, или Херувим осеняющий, так мы его в Писании, имя его знаем. Это значит носитель света, или Херувим осеняющий, то есть, где он появляется, становится светло. Когда же он помыслил в себе, чтобы поставить свой престол на краю севера, то есть, отделиться от Бога, как вы думаете, он сохранил в себе естество вот этого светоносца, и где он появлялся, там становилось светло? Теперь, где он появлялся, там становилось темно. То есть, но он себя выдает, как ангел света, Писание нам говорит. То есть, он продолжает претендовать на то, что он является отображением божеского естества. И поэтому, когда Бог создает свет и отделяет его от тьмы, он, та, которая над бездною, та, которая как раз отображает сущность врага Божьего, дьявола. И он дает определение, свет называет днем, а тьму называет ночью. Ну, вообще, это условное определение, или это просто, чтобы у нас было понятие, что свет со днем, однажды разделившись, больше никогда соединяться не будут. Бог отделяет. Бог отделяет то, что относится к Богу, от того, что относится к дьяволу. Первый день творения. И увидел Бог свет, что он хорош. И назвал Бог, отделил его от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Второй день творения мы читаем. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду от воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Но слово твердь переводится, это, ну как, небо, и Бог назвал твердь небом. Вообще, слово твердь, оно, как вы представляете, это что-то твердое, или что-то такое газообразное. Ну, называется твердь, то есть твердая, но состоит из разных газов, которые как будто не твердые. И до какого-то времени спорили, что оказывается в Библии такое простое, и то даже не знают. Твердь или небо названо твердью. Но когда поняли, что вес имеет всякий газ, и свой удельный вес, то, в общем-то, даже летать смогли. Потому что, если бы веса не было, то и летать невозможно. А сейчас даже в космос летают. Только потому, что твердь действительно является твердой. Ну, то есть, потому что у тверди есть вес. Оказывается, вот это и было то, что Бог создал во второй день. Он создал твердь и дал этому определение. Он говорит, это небо. Но вообще, братья и сестры, твердь – это то, что мы видим, то, что отделяет или отделяло воду от воды. Когда Бог создал землю, или вернее, когда создавал свет и потом создал твердь, то на земле было воды столько, что сушу невозможно было выделить. И тогда Бог какую-то часть воды с земли поднял и поместил, и разместил над земным шаром, как, знаете, как оболочку, которую назвал небом. И на земле, в общем-то, до потопа был парниковый эффект за счет вот этой воды, которая была над твердью. А во время потопа, мы читаем, окна небесные открылись, и вода, которая была над твердью, опять выпала на сушу, и на земле опять стало столько воды, что земля вся была покрыта водой. То есть она опять вернулась в то состояние, которое было до второго дня. Там источники бездны еще открылись, ну и окна небесные, и на земле опять стало столько воды, что жить на земле стало невозможным. В это время Господь поместил человечество, оставшееся от потопа в ковчег, и переселяет его на обновленную землю. Но вот именно то, что Бог сделал во второй день, это было благоприятным условием для первого мира, который жил вот в таких условиях парникового эффекта. На земле был климат на всей земле один, потому что вся земля была окутана вот этим водой, ну то есть небом, и на земле было везде хорошо. Нигде не было зимы, нигде не было снега. Дождь на землю не падал. Вообще до потопа люди жили по-другому, чем живем мы сегодня. Это стало после потопа, потому что тогда пар орошал землю, и в общем-то на земле был, ну как, на всей земле был прекрасный климат. Это было до потопа. Третий день написано, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, ну то есть под твердью, в одно место, и доявится суша. И стало так. Вообще, братья и сестры, может мы вот так бегло читаем, и мы сегодня немножко подробнее останавливаемся на этом, и мы не замечаем, какие действительно чудеса творил Бог, когда создавал, или когда преображал землю, чтобы на ней нам было хорошо. И, конечно, до потопа было лучше, чем сейчас, но и сейчас все-таки на земле тоже жить можно. Ну вот, явилась суша, это было в третий день. Назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, семя его, породу его, ну, плод, или дерево, приносящее плод. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Но я хотел еще одну мысль подчеркнуть, что, в общем-то, Писание нам в данном случае говорит не о периодах, что в первый период создан свет, во второй период создана небо, в третий период создана земля или выделена земля. Нет, тут так не сказано. Каждый раз, каждый день, говорится, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, и день третий. Вечер и утро. Между прочим, у нас сутки начинаются тоже с вечера. Или нет? Когда у нас сутки начинаются? У евреев с захода солнца, а у нас 12 часов ночи. То есть, Бог разделил при творении, как бы, суточный цикл на два. И Он определил, первое, это ночь, то есть, ночью является и называется то, что, или вечером, то, что от, до восхода солнца. И у евреев это так и остается. Просто сегодня уже климат на земле изменен, и 24 часа они на две половины делятся. Ну, у нас, например. А на Северном полюсе, знаете как? Зимой ночь, и ночью надо и днем, и днем ночь, а летом все время день. То есть, мы сегодня вот через это, если смотрим на землю, то оно не так было при начале. А при начале было то, что вечером называется, это от вечера до утра, то есть, к ночи относится. А то, что был вечер и было утро, утром называется то, что с утра до вечера. То есть, вот такой двухцикловый режим, Бог определил в самом начале. И это сутки, в которые, вот мы сейчас прочитали уже про третьи сутки, в которые Бог творил. Четвертые сутки. И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Ну, значит, для светила Бог поставил. Светила больше для управления днем, и светила меньше для управления ночью, и звезды. Звезды и Луна, это меньшее светило, а Солнце, это большее светило. Вообще, в школе нам говорили, что Солнце является источником света, а Луна – отражением солнечного света. Но что Луна является отражением солнечного света, это так. Но Солнце в Библии названо не источником света, а светилом. То есть Бог когда-то включил эту сильную лампочку, и Бог когда-то ее, что, выключит. Написано, что Бог создал светилы больше для управления днем, и светила меньше для управления ночью. Вообще, свет был создан в первый день, а светила созданы в четвертый день. Оказывается, свет, как таковой, может быть и без светил. Просто для того, чтобы установить какой-то счет времени, Богу понадобились светила. Для того, чтобы человеку дать ориентир, чтобы он мог ориентироваться по земле и на земле, Бог установил звезды. И, между прочим, самый точный ориентир для человека – это что? Это звезды или нет? И смотрите, вот когда-нибудь, вот большая медведица, она когда-нибудь станет маленькой или повернется так, что север будет в другой стороне. Вот мы можем по звездам определять или не можем? Можем. И удивительно, вот они утверждены на Тверде небесной, но они находятся, если даже мы преодолеваем атмосферу, ну то есть вот то, что как раз отделило воду, которая над Твердею даже, потом пролилась на землю, то как будто не здесь они закреплены, они находятся гораздо выше, но для нас, когда мы смотрим на небо, они как будто вот прям вот закреплены, вот и находятся на своем месте, и своего места они не покидают. Просто здесь говорится, вот на понятном для нас языке, что Бог не только создал свет, не только создал небо, не только выделил сушу, но и солнце, и звезды, и луна, это все тоже творение рук Божьих. И оно так для нас, ну как бы закреплено на Тверде небесной, что мы и счет можем вести, можем отделять свет от тьмы, то есть они для этого поставлены, и для того, чтобы ориентир у нас был. Вот здесь мы читаем для чего? Для отделения дня от ночи, для знамений и времен, и дней, и годов. Ну то есть для отделения дня от ночи, и для того, чтобы, ну для знамений, для ориентации, и времен, то есть счет мы можем вести. Счет можем вести, вот по причине этих светил. Пятый день. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по Тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. Наверное, братья и сестры, многие, может, не замечают. В пятый день животный мир, и человек не был сотворен. И в пятый день вода производила, а в шестой день земля будет производить. Вообще, Бог из воды создал все, выделил сушу, а потом делает то, что вода производит. Вода производит присмыкающихся, все то, что в воде, присмыкающиеся по земле, но из воды земноводные, так называемые, и птицы небесные. Это создано в пятый день. А в шестой день будет создано все то, что звери или животный мир, и человек, как венец творения. Ну и вообще, я на этом хотел уже и закончить, потому что мы много сильно времени выделили для этого момента, когда Бог в шесть дней создал небо и землю. Просто я хочу сказать, что человек, в отличие от всего, что творил Бог, сотворен по образу и подобию Божию. Когда Бог создал человека из праха земного, то Он вдунул в него дыхание жизни, что Он не делал со всеми живыми существами, кроме человека. То есть человек подобен Богу. Он имеет в себе дыхание Бога. Бог частицу своего естества вложил в человека. И поэтому Он человека и спасает. Потому что это то, что Бог, ну, Бог сделал все то, что на земле, это Он сделал для человека. А человека создал, ну, непосредственно, вдунув в него дыхание и поставил его венцом над своим творением. То есть в каком-то смысле Он человека наделил еще и творческими какими-то способностями. Человек не творец, конечно, но он подобен Богу. Вообще вот обратите внимание, только человек готовит себе пищу на огне. Никакое животное на это не способно. Конечно, человек не только пищу на огне готовит. Он бывает огнем так пользуется, что горит все подряд потом. Но это потому, что он не включает, ну, как надо, свои творческие способности. И получается, вместо того, чтобы творить, он начинает вытворять. И тогда много чего горит. Но вообще способности человеку Бог таки и дал. Вот смотрите, сколько лет растет животное, пока становится взрослым? Сколько растет человек, пока станет взрослым? Это еще одно отличительное свойство или отличительное качество, которое, братья и сестры, просто чтобы мы, ну, как-то утвердились, утвердились в том, что все то, что говорил нам Дарвин или подобное там, что все это небылицы. Человек создан по образу и подобию Божию. Он является творцом. Он является, он разум имеет. И если животное когда-то охотится за человеком, чтобы его съесть, ну, то это больше из защитной реакции, потому что человек не дает животному жить. И тогда животное таким образом защищается. Но вообще, ни одно животное не заставляет на себя работать человека. Или вы встречали таких животных? Это только потому, что люди стали хуже собачек. Но не потому, что собачка, я, простите, может, кого-то обижаю этим, но вообще, вот это потому, что деградирует человечество. Но не потому, что животное вдруг организовалось настолько, и теперь вот это происходит. Вообще, друзья, вот это все свидетельство, что мы созданы Богом. И все, что Бог на земле создал, Он создал для блага человека. Это то, что было в шесть дней. Седьмой день написано, почил Бог от всех дел своих. Почил, русское слово почил означает немножко не то, что написано в Библии. Почил, это значит умер. Но в каком-то смысле, в каком-то смысле идет речь о том, что Он наконец-то, человек наконец-то успокоился. Или Он вошел в абсолютный покой. Или стал абсолютным покойником. Но у Бога не так. Он шесть дней творил, и когда Он все сотворил, то Он сказал, теперь все весьма хорошо, и поэтому Он был удовлетворен, потому что все было довершено, или к логическому завершению пришло, и человек, и для этого ничего не надо было доделывать. То есть, все было на земле прекрасно. Бог, как Творец, был удовлетворен своей работой. И почил Бог от дел своих. Мы читаем это о седьмом дне. И осветил Бог день седьмой. Сколько продолжался этот день, не написано. Был вечер, и было утро, день седьмой. Такого в Библии мы не находим. Бог осветил седьмой день, то есть, на земле началась прекрасная жизнь. Если земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, то теперь Бог насадил сад едемский сам. И в этот сад поселил Адама и Еву. И в этом саду Он поставил человека, чтобы человек возделывал сад и охранял его. А отчего надо было охранять сад? Тьма была над бездной до творения. И в общем-то, оказывается, мы потом поймем, что надо было бы и охранять. Но так как все было прекрасно, мы потом читаем, Бог не только все создал прекрасно, а еще и дал заповедь. Между прочим, кто-то говорит, не было бы вот этой заповеди, и тогда бы, наверное, мы бы и сегодня еще жили в раю. Но это не так. Заповедь вообще, и первая заповедь, как и завет закона, они даны были Богом для жизни. Потому что тьма над бездной существовала, дьявол как таковой, как падший Люцифер или Херувим Осеняющий, он стал или был в то время уже восставшим против Бога, и поэтому человека надо было предупредить о его бытие. Он был. И поэтому Бог это и предупредил в заповеди, которую он дал человеку. Между прочим, заповедь, она была выражена не только в словах, но Бог посадил в саду и демском дерево, которое он обозначил дерево, познание, добра и зла. И он говорит человеку, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И это, братья и сестры, было после слова «И заповедал Господь». Вообще, что такое заповедь? Хочу, делаю, хочу, не делаю. Или? Заповедь это требование, которое обязательно к исполнению. Заповедь это строгое предупреждение или строгое требование. Заповедал, я тебе заповедаю. То есть, вот, ты, ты обязательно должен это выполнить. Почему именно в такую форму облег Бог вот это предупреждение для Адама и Евы? Потому что оно было смертельно для человека опасно. Между прочим, в саду Эдемском было еще другое дерево. Написано, Бог насадил сад Эдемский для человека и там посреди сада было дерево жизни. Бог там посадил это дерево. Написано, и дерево познания добра и зла. То есть, можно так сказать, было дерево жизни и было дерево смерти. В саду Эдемском было два дерева. Одно называлось дерево жизни, а второе называлось дерево смерти. Нет, оно не было зашифровано. Когда Бог дал заповедь, то Он и сказал, если ты от этого дерева будешь есть, будешь жить вечно, а если от этого дерева будешь есть, то будешь умрешь. Смертью умрешь. В тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Вообще, братья и сестры, мы бы хотели, наверное, чтобы было одно только дерево, да, или нет. В Откровении Иоанна мы читаем, вечности, или на новом небе и на новой земле будет только одно дерево, дерево жизни, и побеждающему Бог даст вкушать от плодов этого дерева, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. В общем-то, этого времени мы ожидаем. И дай Бог, чтобы те, которые уже познали Господа, чтобы они не отступили от Него, чтобы были побеждающими и все-таки вкушали от этого дерева жизни. Ну, а здесь Господь, когда Адам и Ева вкусили от плодов дерева познания добра и зла, Господь их изгнал из сада Эдемского и от дерева жизни вкушать не позволил. Дерево оградил пламенным мечом вращающимся и поставил херувима с мечом. То есть, доступ к дереву жизни после грехопадения был закрыт. Но вообще, братья и сестры, я хотел бы вернуться. Вообще, как человек, почему человек съел от дерева познание добра и зла? Его искусил сатана. Использовал сатана для этого кого? Змея. Что предлагает змей или сатана через змея? Он подходит, во-первых, не прямо, не начинает с того, что вот, а неплохо бы вам поесть вот этого дерева, дерева смерти. Он же не так говорит, Ева, ты обрати внимание, дерево смерти, поешь от него. А он не так говорит. Он как говорит? Подлинно ли сказал Бог, что нельзя есть от деревьев в саду? Правда? Неужели так Бог мог сказать, что нельзя вот питаться вот всем этим прекрасным, что Бог создал? А Ева говорит, да ну, что ты говоришь, нельзя. Бог все разрешил. Вот единственное, Бог сказал, вот от этого дерева не ешьте. А от других Бог не говорил так. Зачем ты на Бога наговариваешь? Как будто даже в защиту Бога немного. А почему от этого Бог запретил? Ну, потому что Бог сказал, что когда вы вкусите, вы умрете. А? Разве Бог правду вам скажет? Просто Бог скрыл от вас. Когда вы съедите плодов дерева, познания добра и зла, вы будете как Боги. Братья и сестры, первый обман. Человек сотворен по образу и подобию Божию, значит, он уже как Бог или нет? Ну, он уже был как Бог или не был? Он был как Бог, но не был как Сатана. И, оказывается, вот в этом ложь он себя провозгласил Богом, то есть, он Бог автор добра, а он автор зла. И раз он автор зла, то он себя провозглашает Богом и говорит, вы вкусите плодов дерева познания добра Бога и зла дьявола. То есть, вы разберитесь между нами, кто все-таки настоящий Бог, потому что все, что естественно небезобразно и в зле есть добро. Ну, это предлагает дьявол. И когда Ева посмотрела на это дерево, она говорит, интересно, а между прочим, заманчиво. Почему? Да потому что оно дает знание. Я, вкушая плоды этого дерева, буду знать и добро, и еще что буду знать? Я зло, тоже познаю. Я смогу определять, что есть настоящее добро, а отличать или добро, как познать, как не в сравнении со злом. И она ела, и мужу дала, и он ел. А дьявол им сказал, у вас откроются глаза, и вы будете как боги. Теперь они съели плодов, дерево, познание добра и зла. Глаза у них открылись или нет? На самом деле открылись глаза, и они увидели, что они наги. Оказывается, это было у Бога хорошо, Он создал человека без одежды, Бог не видел в этом нужды, чтобы одевать человека, потому что совесть человека была спокойна, и в этом ничего не было страшного и злого, а теперь, когда он зло познал, он видит, что он наг. Теперь Адам и Ева начинают что-то предпринимать, но надо же как-то от этой ноготы избавиться, они себе сразу сшивают со смокованных листьев опоясания и считают, что вот теперь, ну, братья и сестры, вы же видите людей в опоясаниях, и тогда люди считают, что все, с моей ноготой все нормально, но нет, ненормально, если они услышат вдруг голос Божий, как Ева и Адам когда услышали, Адам услышал, он же в опоясаниях был, Бог говорит, Адам, Адам, где ты? Адам говорит, а я наг, я тебя убоялся и скрылся, подожди, Адам, ты же сшил себе опоясания, оказывается, человек хорошо понимает, что эти опоясания это усиление ноготы, а не скрывание ее. И он говорит, я наг. И тогда Бог говорит, а откуда ты знаешь, что ты наг? Ведь это можно обнаружить только познав зло. то есть если ты как Бог подобен Богу и не знаешь зла, тогда в общем-то все естественно и тогда все действительно не безобразно. А ногота она безобразна тогда, когда человек знает зло. Не ел ли ты? И тогда Адам говорит, что жена. вот оказывается корень всех наших проблем. И здесь их собраний больше. Оказывается, сестры, это вы виноваты? Да нет, дорогие сестры, вы простите меня, я не хочу, как Адам. Просто у Адама вместо того, чтобы сказать каюсь, он говорит, жена. А жена не лучше. А ты почему? Она говорит, змей. Братья и сестры, между прочим, человечество и сегодня, если случилось что-то нехорошее в жизни человека, человек всегда говорит, сатана меня искусил, сатана меня искусил. Подожди, почему обязательно сатана? А что, ты сам не хотел? Оказывается, сатана то искушает, но там, где нет ему не за что зацепиться, он не может искусить? Или может? Христа он смог искусить? Не смог. Оказывается, не надо все сваливать на сатану, потому что сатана сатаной, да, у него своя сущность, у него как бы он пришел украсть, убить и погубить, и он по-другому не может, но в этом случае Адаму надо не перекладывать вину, и Еве не надо перекладывать вину, а надо теперь искать выхода, что и сделал Бог. Бог видел теперь, что люди для него умерли. Что называет Бог смертью? И вообще, что, братья и сестры, друзья, что для нас является принципиально плохим перед Богом? Это когда мы Богу не верим. Самое страшное случилось в Едеме, что поверили дьяволу, а Богу не поверили. Бог говорит, вы умрете, а дьявол говорит, вы не умрете. Чем доказывает дьявол, что мы не умрем? Он говорит, да вы когда съедите от плодов этого дерева, вы же будете добро как зло, будете всеядными, или будете вам разницы не будет, все будет хорошо для вас, хоть зло, хоть добро. Вы будете как Боги, знающие и то, и другое. Но это же неправда. Бог говорит, добро или добро может прийти только от Бога, или благ только Бог. Дьявол никак не благ, и поэтому ему не надо верить, вы будете мертвыми для Бога. В каком смысле? Почему мы будем мертвыми? Да потому, что если человек верит еще или признает другого еще Бога, кроме Бога, он получается то этому Богу хочет угодить, то другому Богу угодить хочет, а другой Бог объявил Богу войну. Образно говоря, Бог в кавычках, или сатана, или дьявол. вот это братья и сестры, друзья, вот это произошло в Едеме, поэтому Писание и определяет, вообще, если мы говорим о грехах ужасных или плохих или скверных, то вообще Писание объединяет все грехи в один грех. Придет Дух Святой обличит мир в неверии или обличит мир о грехе каком? Не веруют в меня. Конечно, братья и сестры, и слово веруют или не веруют. Это не значит признают или не признают. В этом случае дьявол признает Бога как такового? Признает. Бесы веруют и трепещут. Под словом вера, которую признает Бог или которую Бог желает видеть в человеке, он хочет, чтобы человек отшатнулся или отказался от дьявола и возвратился к Богу. Вот это Бог хочет. Бог хочет, чтобы человек больше ни с кем не советовался или больше никому не верил, потому что настоящая жизнь у Бога, святая жизнь у Бога, правильная жизнь у Бога, и жизнь, которая принесет нам жизнь вечную, она только у Бога. Что можно назвать в полном смысле слова жизнью, это только у Бога. И вот это Господь как раз Он не может, когда мы тянемся к чему-то мирскому, греховному или дьявольскому, Он не будет претендовать на свое господство, Он оставит нас тогда, потому что мы не нуждаемся в нем, нас Он не устраивает. А если нас устраивает Бог, Он, конечно, протягивает к нам свои теперь пронзенные руки и ожидает, и желает нам помочь, Он желает нас спасти. И вот, братья и сестры, об этом мы читаем в первой книге Бытие, третья глава, 15 стих. Бог сказал змею, за то, что ты сделал это, будешь ползать на чреве. Но это в отношении самого змея, он тоже наказан Богом. А потом Он сказал, что вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. То есть, Бог ложит вражду между змеем и между женою. То есть, дьявол будет всегда нашим врагом. Бог обозначил его нашим врагом, ну, змея, дьявола, все то, что пришло с искушением. Он говорит, я эту вражду положу. И вражду положу не только между змеем и женою, а между семенем ее и семенем твоим. Все то, что будет производить дьявол, оно тоже будет враждовать против семени жены. Вообще, братья и сестры, семенем жены здесь назван Иисус Христос. Об этом в Библии мы находим конкретный ответ, когда Авраам, ему сказано, в семени твоем благословятся все племена земные, апостол Павел в послании Галатам дает расшифровку этого понятия, то он говорит, семя же есть Христос. То есть идет речь о семени жены, которая поразит змея в голову, и это идет речь о Христе. Но нам нужно тогда все-таки как-то расшифровать это. Почему семя жены это Христос? А потому что жизнь передается по мужской линии. А идет речь в данном случае, когда придет в мир человек без мужа, то есть только через жену. А это в истории было всего один раз. Когда Бог дал семя жене и родился Иисус Христос. В данном случае Господь дает обетование. Это обетование, в общем-то, Он определяет судьбу змею, или Его участь вечности, что семя жены вот этого немощнейшего сосуда, который прельстился, которого дьявол смог обольстить, теперь Господь говорит, вот через нее придет тот, который поразит его в голову. А змей будет жалить семя твое в питу. Вообще, братья и сестры, на Голгофе это и было. Смерть Христа на Голгофе это был укус змея в питу или нет? Христос перенес смерть, но Он говорит, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? когда он умертвил Христа змей, то вот этой смертью Христос поразил змея в голову. Почему? Да потому что смерть над Христом права и власти не имела. Он не имел в себе греха. Он не имел греха, а значит его убивать никто не имел права. То есть смерть над Ним не имела права господствовать. И так как Он согласился на смерть добровольно, не имея вины, то Он и поразил змея в голову. И, братья и сестры, это случилось на Голгофе. Но обратите внимание, об этом говорится еще в Едеме. Господь говорит, что вот я положу вражду между тобой и женою, змею говорит, и между семенем ее и семенем твоим. Ты будешь жалить его в питу, а оно семя жены поразит тебя в голову. Когда Адам послушал это, Он говорит, имя тебе жизнь. Это Он говорит Еве. Он говорит, теперь я понял, имя тебе жизнь, потому что ты стала матерью всех живущих. То есть те, которые когда-то станут жить, через Христа получат спасение, а ты их матерью стала. Если спаситель придет через тебя, придет без мужа, то есть мы в этом даже участия никакого не примем, то Он говорит, тебе только одно имя, жизнь. Вот почему мы делаем такой вывод? Вообще, что принесла Адаму Ева, когда взяла плод, дерево, познание добра и зла, дала и он ел? Что она ему принесла? Жизнь или смерть? Смерть? Да как надо было ее назвать? Смерть ты моя ходячая. А он ее так не называет. А он называет ее жизнь. Почему? Да потому, что он поверил Богу, он поверил Богу, что все-таки конец змею искусителю придет и придет через его жену, не через него даже, а через жену. И он говорит тебе ты достойна имени жизнь. И вот братья и сестры вообще Бог спасает только верующих. В данном случае Адам верующий или нет? Верующий. Адам поверил, что спасение придет. Конечно братья и сестры наша вера она обязательно должна выражаться в каких-то делах. Иаков пишет вера без дел мертва. Какие дела мы видим у Адама? Бог ему сказал Адам в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю ибо прах ты и в прах возвратишься со скорбью будешь питаться от земли. Адам принял это? Принял. Смирился с этим? Смирился. Он не сказал как потом Каин скажет наказание мое больше нежели снести можно и от лица твоего я уйду от лица твоего я скроюсь. Адам так не говорит. Адам принимает Ева приняла Господь говорит умножая умножу скорбь в беременности твоей в муках будешь рождать детей и вообще братья сестры писание говорит впрочем спасется через чадородие если пребудет вере и любви и святости с целомудрием. Поэтому мужской ну мужская сторона если отказывается потеть считают это ну чем-то таким унизительным или исключают это из своей жизни не соглашаются с этим смиряющим фактором это в каком-то смысле бунт против Бога и точно так же женская сторона если женщины отказываются от чадородия то это бунт и не спасется там написано спасется через чадородие если не только через чадородие надо чтобы было и чадородие и чтобы прибыть в вере и любви и святости с целомудрием не так первое есть второго нет не спасется второе есть первого нет тоже не спасется вообще братья и сестры все таки вот это смиряющие факторы которые даны нашим прародителям и в них для всего человечества потому что нам людям нужно было Богу доказать что мы не Боги а как нам это доказать через скорби до нас это начинает доходить ну когда человек вот ну все хорошо у него он бывает и и Бога забывает и в расчет не берет а когда умножая умножаются скорби куда человек чем глубже скорбь тем ближе Бог оказывается это не жестокость и это не ну как не жесткая рука Бога а он нас должен удержать возле себя а как если сатана нас все время обманывает и все время нам предлагает что-то другое как ему удержать нас поэтому он кого любит того и наказывает бьет же всякого сына которого принимает поэтому братья и сестры не надо любящего Бога отвергать не надо на Бога обижаться а надо когда мы чувствуем руку Божью понимаем ее нам нужно к Богу потому что он не только посылает скорби но и в скорби он говорит в скорби я с тобою он нас в скорбях не оставляет и в общем-то помогает их и переносить а если мы от Бога отказываемся в конечном итоге все равно не можем мы избежать всех скорбей только что нам делать когда Бога с нами нет когда Бог от нас ну не может с нами общаться потому что мы уходим от Него